Я читаю вопрос. 16 апреля. Письмо называется «Не вытащить на улицу». Татьяна спрашивает. Юль, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Неоднократно вам писала и получала ответы, которые очень помогли. Рада, я спасибо. Спасибо вам большое, пожалуйста. Вот возник очередной вопрос. Не могу понять. Помогите разобраться, пожалуйста. Уже все перепробовали, как мне кажется. Ребенку 2 года и 2 месяца. Большие проблемы, чтобы пойти погулять. Дочка противится этому. Когда время гулять, я говорю «Пойдем гулять». Что-то вопрос, наверное, до карантина был. А хотя нет, 16 апреля, карантин. Так, ладно, наверное, свой дом. «Пойдем гулять, давай одеваться». Она говорит «Нет». И начинает раздевать то, что я на нее надеваю. Иногда просто убегает. Играет в игру «Мол, догони и одень». Одеть ее, возможно, если я включу мультик или когда очень чем-то отвлечена. Например, листает какую-нибудь новую книгу. Или когда я уже начинаю что-нибудь выдумывать, придумывать игры какие-то. Типа «Пойдем собачку выгуливать игрушечную, но я уже устала каждый день что-то придумывать». Или когда говорю «Пойдем покатаемся на дедушкиной машине». Тогда она сразу же сама бежит одеваться, несет одежду. Но в других случаях, типа «Пойдем голубей кормить, качаться на качелях», что она тоже очень любит, уже не срабатывает. Прогулки проходят весело. Ей нравится на улице. Ничего плохого там не случалось. Я голову сломала. Не могу понять причины. Могу только предположить, что дело или в одежде, потому что самое трудное начать – это надеть колготки и кофту. Дальше она уже без проблем собирается. Одевает куртку, шапку, сапоги и идет гулять. Но эта причина тоже непонятна, так как у меня уже и разные кофты, и все равно. Либо причина в избалованности. Нравится, может, когда ее уговариваю. Сейчас я прошу погулять. Она говорит «нет». И может заниматься самостоятельными делами целый час. Лишь бы от нее отстали с прогулками. Хотя в другое время просят с ней проводить время. Думали, дело в том, что часто гуляем. Два раза в день по часу. Сделали перерыв на неделю. Она заскучала по прогулкам. После перерыва было проще ее деть. Но потом, на второй или третий день, все снова вернулось, как было. Дом ей весело. Мы всегда во что-нибудь играем, проводим много времени вместе. Но с такими темпами я не знаю, когда она сама проявит инициативу, чтобы одеться. Если она даже мне не дает ее одевать. Простите за такое большое письмо. Хотелось донести как можно подробнее нашу ситуацию. Даже если просто прочтете в эфире. Может кто-нибудь прокомментирует, у кого была похожа ситуация. И поможет найти причину, что делать. Спасибо, Юлия. Пожалуйста. Прочитала, да? Поехали дальше. Так. А, вот. Два и два. Ребенку два и два. Так. Два и два. Я бы вот сейчас задала вопрос, как давно это длится. И когда это все началось. Если это всегда была война вот такая вот с одеждой. То бывают люди. Я бы тогда поговорила на другую. Ну, как бы в эту сторону бы поговорила. Потому что бывают люди, у которых гиперчувствительная кожа. И они любят ходить вот голыми. Вот реально, да. Вот в одних трусах носки на них не наденешь. Потому что такие вот теплые дети, мы, кажется, вроде бы трясемся. Зуб на зуб не попадает. Я встречала таких детей. А он будет, трусы не наденешь, и он и без трусов будет носиться. И ноги не холодные, руки не холодные, и поп не холодные. Все нормально. В общем, скажем так, гиперчувствительная кожа или теплообмен такой хороший. То есть им, я бы даже сказала, неприятно какая-либо одежда. Она их раздражает. Может быть отсюда. Если это было у вас всегда, прям с рождения. Бывает так, что, ну, ребенка там в 6 месяцев накрываешь одеялом. Вроде все, подоткнул, подпихнул. Сходил в туалет, вернулся. Она уже вся открылась, носки все скинула. Там одеяло куда-то под себя замяло. И вот лежит такая вся тепленькая, спит. Вот. Это одно. Но если это появилось вот прям недавно, то это, ну, как бы нормально всегда вот эти вот колготы, рубашки все это надевало, нижнее белье, скажем так, нормально. И вдруг вот что-то сломалось. Это, может быть, один раз она что-нибудь там законючила. Вы начали устраивать игру вот с догонялками, с прятками, с улавливанием, то есть с придумыванием каких-то сюжетов. Вот и у вас и понеслось. Как бы сказка пустила корни. И ночью оно классно. Вот такой прям ритуал получился перед сборами. Здорово. Можно в догонялки с матерью поиграть, мать подергать. То есть она, ребенок видит, что ее какие-то действия вызывают определенные за дня в день одинаковые действия, реакцию от матери. Ну, это же классно. Это игра по правилам. То есть как, вот что-то в этой ситуации делать. Как только вы измените правила этой игры, изменится сама игра. Либо к ней потеряется интерес, либо она что-то для вас еще что-то новенькое придумывает. Значит, как только вы говорите, пойдем гулять, она говорит нет. И готовы уже бегать с этими колготами по квартире, мол, догоняй меня. Сели и отстранились вообще. Ну, не пошли, не пошли. Сели, своими делами начали заниматься. Здесь будет шок. Запустится лоб. Запустится мыслительная деятельность. Причина-следственная связь. А что такое? Месяц последний было так, а вдруг не так. Пойдет сейчас к вам выяснять. Мам, мам, мам. А что, мам? Ну, в общем, сломайте правила. И попробуйте сделать другие правила, чтобы шок наступил. От шока мыслительная деятельность запустилась. И, может быть, правила поменяются. Нет, они точно поменяются. Посмотрите, в какую сторону поменяются. Наверное, нужно, раз вы... У вас нет такого пунктика тревожного, что ребенок каждый день, два раза в день, там, по два часа должен гулять. Если у вас нет такого пунктика, вы спокойно относитесь к пропуску, прогулке. Я тоже отношусь спокойно к пропуску, прогулке. А есть такие люди, у которых у них прям невроз начинается, если не погуляют. Вот. То, в общем, если у вас нет тревожности по поводу пропуска, прогулки, пожалуйста, ее пропустите. То есть оставьте это на самосуд ребенка. Когда ребенок начнет принимать решения сам, ему будет легче, во-первых, и жить, и принимать решения, и общаться с вами, и пойдут легче эти прогулки, и, может быть, даже интерес какой-то появится на прогулках. Ну, в общем, по-другому со всем мир увидит этот ребенок. Поэтому оставляйте на ее усмотрение. За несколько минут предупреждайте. За 10 минут, там, допустим, за через 10 минут, у нас вроде там по графику прогулка, там, через 5 минут, через одну минуту. Ну что, идем? Нет, не идем. Ну хорошо. Все, ушли свои дела делать. Она там развлекается. Постарайтесь в этот момент ее не развлекать, чтобы ей стало скучно, и захотелось пойти туда. Если она к вам пришла и сказала, мама, что мы будем делать на улице? Ну, то есть она к вам пришла, давай играть, а вы скажете, ну, нет, Зань, нам сейчас на улицу нужно идти. Идем? Она там, допустим, нет. И убежала опять от вас. Пусть убежала, но там ее не развлекайте. Вот. Опять пришла. А там, мам, скучно, давай что-нибудь делать. Ну, нам сейчас на улицу нужно идти. А там качели там ждут, там ребятки ждут, там, допустим, горка. Ну, чем-нибудь завлеките, что там интересно. Согласилась, допустим. Ну, все, и пошли там вот это вот то, что вы говорили, пошли делать. То есть постарайтесь здесь минимум себя, а там, да, ну, как бы прекрасы прогулки, проговорить то, что вам надоело. Но все равно придется это все проговаривать, конечно же. Вот. Неделя так пройдет, то пошли, то не пошли, то захотела, то не захотела. И в итоге все-таки она примет ту сторону прогулок, потому что здесь скучно. И мать больше не бегает, и не уговаривает, нет никакого спектакля. И лучше, конечно, пойти туда, там интереснее. Вот. Какая еще проблема может быть? Не хочу гулять. Ну, может быть, действительно там скучно. Может, нет друзей. Может быть, нет какой-то классной площадки. Или вы не устроили наблюдение. На любой прогулке у воспитателей в детском саду, так же, как у родителей, должно быть, должен быть план. Это должна быть игра подвижная какая-нибудь, в догонялки, в кошки-мышки. Неважно. Вот. Это должно быть наблюдение обязательно, хоть пятиминутное. Там увидели муравья, божью коровку, комара, бабочку, любого там насекомого. Или, может, собака какая-то прибежала, хвост ее может тут же покрутить. Что еще? Ну, вот какое-то наблюдение в природе, живая или не живая. Камни нашли, ветки, песок и так далее. Если у вас получится какой-то эксперимент провести, он тоже имеет место быть на прогулке. Камни в воду покидали, утонули, палки покидали, не утонули, поплыли. Корабли какой-нибудь по ручейку запустили. Что там еще? Ну, пофантазируйте, да, смотри, какая у вас местность там. Вот. То есть игра, наблюдение, эксперимент. Можно же за неживой природой понаблюдать. Там, может быть, облака куда-то движутся, гром гремит, там, или что-то еще сверкает, еще не ушли вы домой. Так. А, ну, игра с ребенком какая-то. В песочнице, конечно, покачать что-то, стихи какие-то просказать. То есть не то, что вы вышли на площадку с мамочкой, как всегда, зацепились, или в телефон сели, она там сама себе предоставлена. Может быть, действительно скучно. А если бы вы пошли бы, или, ну, дети-то их сейчас не интересуют в этом возрасте, с ними пока непонятно, что делать с коллегами, скажем так, по возрасту. Может быть, нужно не на площадку пойти, а куда-то в природу, а там очень много всего, и дятел, и кукушка, и цветы, и камни, и мох, и можно подделку какую-то принести домой, сделать из природного материала. Вот. Может быть, разнообразить прогулку, и тогда действительно будет зачем ходить. Да, пойдем шишки сегодня собирать. Потом домой пришли, из шишек наделали кучу всего. Там у нас в Инстаграм, мне кажется, и Яндекс.Пестрит. Только наберите поделки из шишек, или поделки из этого. Там, мамочки, молодцы, фантазерки. Много идей есть. Вот. Ну, наверное, все. Четвертый, наверное, у меня нет предположений. Да. Попробуйте вот все три пункта, которые накидала. Может быть, что-то отработает. Татьяна, 16 апреля, не вытащишь на улицу. Ответили. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...